Дыхание, то есть дышим животом. При вдохе живот надуваем, при выдохе живот втягиваем. Попробуй сам. Вдох надули, выдох втянули. То есть принцип воздушного шарика. То есть тебя надувает и ты надуваешься. Вдох, ты надул, выдох втянул. То есть мышцы работают через силу. Живот втягивается в спину при выдохе. И максимально натягиваешь живот при вдохе. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Хорошо. Первое упражнение, оно идет самое, скажем, важное. Почему? Потому что оно рассчитано на координацию. В этом случае надо руки вытянуть максимально в стороны. Ну, мы вытягиваем в стороны, да? Да. Перпендикулярно, точно. В этом положении. И берем перед собой точку. И вот круговыми движениями возвращаемся в эту точку. Два. И три. Первоначальное положение каждого упражнения три раза. То есть для того, чтобы ты просто освоил, то есть у тебя где-то будет вести, там, ну, голова может закрутиться. То есть начинаем с трех раз. Первое упражнение, то есть по часовой стрелочке двадцать один. Двадцать один раз? А от чего у тебя идет, там, где-то спазм, где-то еще что-то, понимаешь? То есть здесь идет на... Мы освобождаем желчь. Чтобы не было застоя желчи. Почему? Потому что мы в основном... Какая у нас работа? Сидячий. Понимаешь? То есть когда мы сидим, у нас легкие давят на диафрагму. Диафрагма давит на внутренние органы. Идет смещение, то есть зажим. И за счет того, чтобы не было зажима, нам надо вытягивать. За счет дыхания мы вытягиваем диафрагму. То есть мы вдох надуваемся, выдох втягиваемся. Поним? И за счет этого органы становятся на место. И за счет кислорода идет процесс перистатики. Плюс за счет кислорода идет питание мозга. За счет этого увеличивается циркуляция крови. И мы потеем. То есть даже если ты, скажем, сделал упражнение, но не вспотел, значит ты неправильно делал. То есть первое упражнение мы становимся ноги так, перед собой голова. Без разницы, ты ровно становишься и вот так вот делаешь руками. Просто перед собой злобишь точку. И руки не опуская, нигде не двигая, но просто тут шкаф. Вращайся в три раза и головой возвращайся в эту же точку. А можно в таком? Здесь, в этой комнате, да, можешь так. Не останавливаясь. То есть ты крутишься, просто возвращаешься и идешь дальше. Без остановок? Да. Три раза. Три круга. Все. Переходишь в следующее упражнение, то есть становишься на позу кошки. Четыре кости. Так вот и так вот. Во всех соотношениях пятка не ложится так, а пятка становится на пальцы. То есть в этом положении всегда, ну вот когда ты вот и не так, или так, вот эти пальцы всегда становятся вот так. Да, да. То есть ты становишься в этом положении. Спина ровно. Опускаешь подбородок к груди. Спину поднимаешь вверх. В этом положении делаешь вдох. Прогибаешь спину вниз, подбородок вверх. Выдох. Опять подбородок к груди. Спину тянешь вверх максимально. Делаешь вдох. Опускаешь спину, подбородок вверх. Выдох. При этом руки параллельно ногам. То есть нету такого, что ты или длиннее, или ближе. То есть у тебя параллельность сохраняется между руками и ногами. Шея максимально работает вниз. Ты подбородком касаешься к груди. Спину поднимаешь вверх. Делаешь вдох. Опускаешь спину, подбородок вверх. Выдох. Три раза сделал. Переходишь дальше. Ну пока не пробуй, потом. Следующее упражнение, то что мы вчера делали, это столик. Нет, обманывай, не столик. Чемоданчик. Ложись полностью на спину. Руки вдоль пулыща. В стопы вместе. Носочки натянуты на себя. Постоянно. Носочки тянутся вверх, на себя. Подбородок поднимаем вверх. Ноги на себя. В этом положении делаем вдох. Живот надули. Опускаем ноги. Голову опускаем. Выдох. Носочки все время на себя. Дыхание все время так, как ты объяснял в начале. Подбородок поднимаем. То есть все последовательно. Сначала подбородок. Потом ноги. Потом вдох. Потом опускаем ноги. Голову выдох. Опять подбородок вверх. Ноги на себя. Вдох. Опускаем ноги. Голову выдох. Опа. Сделали три раза. Приходим в следующее упражнение. Становимся на коленке. Пальцы также на полу. Вылежат. Руки на ягодице. Подбородок опускаем вниз. В этом положении делаем выдох. Живот втянули. Подбородок поднимаем вверх. Прогнулись хорошо. В плечах. То есть спину не гнем пояснице. Только плечи. Сделаем вдох. Опускаем подбородок к другу. Спину не гнем. Только подбородок. Выдох. Опять подбородок вверх. Прогнулись в плечах. Делаем вдох. Опускаем подбородок к другу. Выдох. И последний раз. Прогнулись в плечах. Хорошо. В этом положении, вот когда ты прогибаешься, у тебя ты чувствуешь, как от колен до плечей тянутся все мышцы. Делаешь вдох. Опускаешь подбородок к груди. Выдох. Это получается у нас первое, второе, третье, четвертое. Четвертое упражнение. Ноги на ширине плеч. Руки параллельно спине. То есть не назад, не далеко. Вот здесь спина, там и руки. То есть, чтобы у тебя была одна линия на копчике. Вот копчик и здесь же на копчике заканчиваются руки. Не так, а именно вперед ладошками. Так же само. Сначала подбородок вверх, спину выравниваешь. В этом положении не ногами, а копчиком. Толкаешь корпус вперед. Делаешь вдох. Голову вот так вот не нагинаешь. То есть голова тоже идет назад. Делаешь вдох. Две секунды задержался. Корпус в исходное положение. Подбородок в груди. Выдох. Опять подбородок вверх, спину выравнив. Копчиком тянешь ноги вверх. Вдох. Опускаешь корпус. Подбородок в груди. Выдох. И третий раз. Следующее упражнение. Мы тебя потом в YouTube зальем. Ее можно назвать по-разному. Склепочка или. Делаем упор лежа. Ноги на ширине плеч. Пальцы так же максимально от себя. То есть можно даже на подушечке. То есть чувствуешь, как ты становишься на подушечке. То есть не просто на наскал. А вот именно на подушечке. Почему? Потому что потом, когда ты переходишь. В упоре опускаешь только спину. Колени на пол не ложатся. То есть остаешься в висячем положении. Ноги ровненько. Подбородок опускаешь так же к груди. Шейный отдел максимально работает. Корпус поднимаешь вверх. Пятки тянешь к полу. Голова уходит за плечи. Делаешь вдох. Прогнул спинку вниз. Подбородок вверх. Выдох. Опять подбородок груди. Животом поднимаешь корпус. Делаешь вдох. Пятки тянешь к полу. Голова за плечи. Опускаешь корпус подбородок груди. Выдох. Выдох. Пять упражнений. Шестое. После того, как ты найдешь. Дойдешь до 21. Там есть еще шестое. Я его точно не блогу. Не помню. Показывать. Ну, найдешь. Там оно идет уже отдельно на мужскую силу. Вот. Не, 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 стой. В заключение, чтобы это все ты уже размял, идет процесс разминки. Дополнение. Становишься на локте. И делаешь тот же упор и уже. Шея повторяет положение спины. Поясницу не прогибаешь. Или параллельно, или чуть-чуть выше. И в этом положении держишь 45 секунд планочку. Дыхание не задерживаешь. Так же само дышишь. При вдохе живот надуваешь. При выдохе втягиваешь. Работают мышцы живота, ягодиц, шеи и спины. Ну, и так же пресс работает. В этом положении держишь 45 секунд. Три подхода тоже? Не, а один подход. Просто, ну, как на статусу. На статус. Да, потом. Ложишься на спинку. Руки поднимаешь вверх. Ноги сгибаешь, колени, откружишь до прямого угла. Колени и пятки вместе. Руки опускаешь в одну сторону, ноги в другую. Ноги и руки касаются пола. На выдохе в этом положении держишь, лежишь, отдыхаешь. Считаю до 10. Поменялись в сторону. Также ноги и руки касаются пола. Пятки и колени не отпускаешь. Ножки вместе. На выдохе держишь. Отдыхаешь. То есть, дыхание не задерживаешь. Дышишь спокойно. Считаешь до 10. И попеременно пару раз в каждую сторону просто скручиваешь, чтобы заработал поясничный отдел. И последнее упражнение остается на стене. Ноги поджимаешь к груди. Обхватываешь руками. Подбородочек также к груди. Катаешься только на грудном отделе. На поясницу, на попу не садишься. Ноги и руки и подбородок от груди не отрываешь. И так же пару раз. Чисто для того, чтобы подкорректировать позвоночник. Садишься на пяточки. В этом положении уже пальцы лежат. То есть, они не стоят, а просто лежат. Восстанавливаешься. Спинка ровненько. И делаешь три подхода. Вдох и выдох. Вдох и выдох. Вдох и выдох. Все. Накрасно. И когда.